С 1 сентября перенестровских пациентов не могут отвезти на срочные операции в Киев и Одессу. Украина не пропускает наши реанимобили. Из-за этого было несколько летальных случаев, рассказал в Верховном Совете глава МИД Виталий Игнатьев. Наши реанимобили раньше могли выезжать на Украину и производить срочные операции и в Одессе, и протезирование, и операции в Киеве. Те операции, которые не проводятся молдавской стороной. К сожалению, у нас были летальные исходы, когда дети, рождающиеся с пороком сердца, умирали. В Кишиневских клиниках ведут недостаточные квалификации врачей. Есть политическая причина, почему Кишинев не решает эту проблему. Дескать, эти транспортные средства принадлежат больницам преднестровским. Больница преднестровская не зарегистрирована в Молдове, соответственно, как бы не можем решить. У нас есть... Но люди будут умирать, а молдавская сторона будет заниматься политикой. Кишинев не спешит решать проблему реанимобили, отметил глава МИД. Хотя для этого не нужно дополнительных соглашений. Наши скорые могут проезжать согласно ранее подписанным документам. Виталий Игнатьев подчеркнул, молдавская сторона намеренно организовала блокаду в отношении автотранспорта Приднестровья. И попыталась скрыть этот факт от Тирасполя и международных посредников в переговорах. Все то, что происходило и происходит у нас с 1 сентября, является определенной, спланированной, срежиссированной акцией. И все эти проблемы, которые создаются сейчас жителям Приднестрова, включая сотни тысяч граждан России, граждан Украины, которые лишены возможности поехать на Украину, увидеть своих родственников или там по любым другим важным причинам, все эти действия носят политический и срежиссированный характер. На комиссии Верховного Совета по внешней политике отметили, обстановка в отношениях с Молдовой тревожная. Депутаты готовят заявление в адрес руководства России и всех участников переговорного процесса с тем, чтобы привлечь к проблемам жителей Приднестровья международное внимание. Я думаю, что это первый шаг для того, чтобы что-то изменить. Уже наступило время для того, чтобы принимать какие-то конкретные меры. И мы начнем с заявления. Я думаю, что на ближайшем пленарном заседании оно будет принято. Депутатов проинформировали, что Кишинев отказывается от переговоров по нейтральным номерам и другим актуальным вопросам. Это и незаконные уголовные дела против приднестровских граждан, и блокировка банковских счетов наших предприятий. Состоится ли в Стокгольме встреча в формате 5 плюс 2, намеченная на ноябрь, вопрос также остается открытым.